Следующий вопрос о льхтимаду аль-Ассейх. Каково постановление опираться на меч, во время чего проведение пятичной проповеди? Такое делают в некоторых странах, для того, чтобы указать на то, что эта религия распространилась посредством меча. Загаба джумур аль-Улама и лямашнаия тилихтимад аль-Ассейх. Большинство ученых считает то, что является узаконенным опираться на меч, а также на плеть или на лук. А ханафиты считают, что это желательно. Но только в тех странах, которые были открыты посредством завоевания, а не те страны, которые были открыты посредством мирного договора. То есть для чего это? Если страна была завоевана, то говорит, что имамы должны делать проповедь с мечом на руке, так опираясь на меч. Чтобы люди были в страхе, что если что, наша религия прислала к вам с мечом. А если страна была открыта просто, как сказать, без завоевания посредством мирного договора, то не надо здесь использовать меч. Это мнение кого? Ханафитов. Отсюда берется, что в наших странах не нужно использовать меч, так или нет, потому что наши страны были открыты посредством мирного договора. Говорит Ибн Аль-Каим, ваша страна как была открыта? Мечом или так? Мечом? Тоже мечом? Завоевано было, да? Ну тогда у вас по ханафистскому адхабу имамы должны с мечом делать хутбу. Говорит Ибн Аль-Каим, в своей книге Зад-Аль-Маат, «И не приходит от пророка, чтобы когда-либо он опирался на меч». Более правильно сказать, что относительно этого есть хадисы, но они слабые. А что касается того, что некоторые невежды полагают, что пророк всегда опирался на меч во время пятичных проповедей, то это из-за глубины его невежества. Что касается того, что говорят, что именно на меч надо опираться во время пятичных проповедей, как об этом сказал Ибн Аль-Каим, то на это нет довода. Более того, это является из нововведения. Но если имам опирался на меч, потому что так получилось, то есть не выделяя именно меч, что именно на меч надо опираться, но просто так получилось, что у него рядом оказался меч и тому подобное. И он опирался во время хутбы. То ничего страшного в этом нет. И, значит, правильное мнение вопрос такое, что опираться на меч, как таковой, не является сумной. Но если нет палки или нет ничего, на что можно было опираться, и под рукой попался меч, то проблем нет опираться на меч. Понятно мне?